Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И у меня в руках сейчас смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip. Народные часы, очень популярные и очень функциональные. Наверное, одни из лучших смарт-часов за свои. И в данном видео я хотел бы рассказать о том, точнее, показать и распаковать посылочку с дополнительным браслетом для вот этих вот смарт-часов. Итак, нюансы по данному браслету. Ну, часы черные, черный браслет, в принципе, все логично. Застежка здесь, вот это вот пластик, несмотря на то, что сильно схожий на металл, но вот это вот пластик, обычный, самый простой пластик. Зачем сюда пластик поставили? По одной простой причине. Здесь находится компас, и чтобы компас работал нормально, то лучше всего использовать пластик и не металл, и тем более не магнит. Вот потому сюда поставили пластик. Кто, может быть, говорит, что они очень хрупкие, я не знаю. Не видел еще пока у своих знакомых, у кого сломался вот это крепление. И пока у меня за два месяца носки, ну, как вы видите, немножко повытерялся. Да, повытирался браслет, где-нибудь стал такой более блестящий, но с вот этой вот креплением ничего не случилось, и оно отлично себя проявляет и работает и дальше. И в данной посылочке я заказал себе браслет, один из самых дешевых, но типа как фирменный. Фирменный под брендом Mejobs или Mejobs. Сейчас точно взгляну. Ага, еще и Mejobs. Вот так вот точно будет правильно. Еще и в подарок у нас идут две пленки на экран. Пленками я не знаю, я не пользовался. Может быть, если хотите в отдельном видео попробую приклеить на него пленку. Но это, ну так, издевательство. Издевательство еще то. Так, и браслет. 20 мм, Mejobs. Вообще, это именно идут полный аналог оригинальных, только уже с металлической пряжкой. И, кстати, сейчас сразу проверим, будет ли корректно работать часы с металлической и не с металлической пряжкой. Так, ну не часы, а сам компас. Кстати, браслеты, там они дешевые, стоят буквально пару баксов, так что покупать можно без проблем. Итак, по ощущениям. Ну, возможно, из-за того, что эти вот вытерлись, не такие скользкие, а эти больше скользкие. Может, только первое ощущение. Ну, как вы видите, ничем особо они не отличаются от вот этих вот. Два браслета рядом, длина идентичная. И здесь, ну, здесь вот будет отличие. Здесь у нас есть надпись Mejobs, логотип и еще что-то, наверное, на китайском все-таки написано Mejobs. Вот, кому интересно, смотрите. Здесь у нас никакой надписи нет, длина точно такая же. И здесь металлический, металлическое крепление. Вот это вот металл. Оно чувствуется, немножко холодит руку и тяжеловато. Так, смотрим, смотрим, смотрим. На руке сейчас проверим компас. Итак, смотрим. Это на оригинальном ремешке с пластиковым креплением. Куда у нас показывает? Ну, вот примерно в ту сторону у нас в север. Суть, в принципе, мы поняли. Сейчас все то же самое сделаем, только с неоригинальным ремешком и с металлическим креплением. Кстати, крепятся, одеваются, снимаются ремешки очень легко. Здесь вот есть такое вот крепление. Ногтем нажимаете и снимаете. И точно так же одеваете. Продеваете одно ушко и другое. Защелкиваете. Есть. Так, уже типа красивые часики. И точно так же проделаем со вторым. Итак, смотрим внешний вид с таким вот белым ремешком. Ну, более нарядно, интересно. Кстати, ремешки, цвета там вообще есть. Такие разные абсолютно есть. Точно так же такие оригинальные, как черные, белые, серые, коричневые, зеленые, синие, красные. И может быть еще какие-то даже есть. Это те, что я помню. Ну, так, с белым ремешком, смотрите, смотрится тоже ничего. Неплохо, я скажу. Мне даже нравится. Ну, во всяком случае, один ремешок лучше всего купить. Как минимум один. Чтобы был запасной. Ну, мало ли, что может быть где-то оторвется, где-то что-то сломается. Ну, не знаю. Все может быть. Стоят они вообще сущие копейки. Один или... Где-то около двух долларов они стоят. Плюс, как вы видите, еще две пленки в подарок. А отдельно две пленки вот такие стоят около одного бакса, кстати. Что немаловажно. Здесь подарочек такой. Так, ну и осталось проверить компас. Частично, наверное, все-таки влияет металл в корпусе часов. Это не здесь с этим ремешком. Это не сильно критично, но, как вы видите, немножко есть. И есть еще ремешки. Миланская петля, если я не ошибаюсь, называется. Это такие, типа, как в Apple Watch металлические. И на краю только, на краях только у нас магниты. И магниты там, я так понимаю, такие по типу неодимовых. Они сильные, маленькие, но сильные. Чтобы не защелкивался, не защелкивался сам ремешок. А именно на магнитах он держался. Он держится хорошо, крепко. Но, так как там есть магнит, то компас там сходит с ума. Здесь, как вы видите, тоже немножечко есть разница. Есть небольшой сбой работы. Ну и по данному ролику у меня, в принципе, все. Ссылки на вот эти вот ремешки, на защитные пленки, вместе с защитными пленками на защитные кейсы или рамки ободки, как они правильно называются, я оставлю в описании под этим видео. Также оставлю в описании ссылку на вот такие вот замечательные, народные, можно сказать, смарт-часы от Xiaomi Amazfit Bip. Всем, кому данное видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми и близкими. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.